Сегодня про довольно интересный модуль от DFRobot, вот так вот он называется. Это что-то вроде контроллера слоочной батарейки для автономной и бесперебойной работы разной электроники. Там есть контроллер заряда и пачка DC-DC преобразователей на различные напряжения. Внутри здесь пара пакетиков, пакетик с крепежом, радиатором и таким вот переходничком на круглый этот разъем для питания. И сама плата. Вообще вся продукция DFRobot очень хорошо документирована. Есть и описание, и схема на этот модуль. Плата здесь, можно сказать, разделена на две части. С этой стороны входы, с этой выходы на нагрузку. Есть тут три вот такие вот колодочки со штырьками. На 5 вольт, на 3,3 и на 9, либо на 12 вольт. Причем есть возможность выключать эти выходы, вот этими вот она перемычками. Либо подключить сюда выход микроконтроллера, чтобы, например, выключать периферию для экономии электричества. И есть здесь еще один обычный выход USB для питания. А с этой стороны есть вход для подключения литиевой банки. Можно подключать либо в такой разъемчик, либо колодочки. И два входа для зарядки. Вход для подключения солнечной панельки и обычный мини-USB. Причем на вход для солнечной панельки можно просто подавать напряжение от 7 до 30 вольт через вот этот переходник из комплекта от какого-нибудь внешнего источника. Ну, либо 5 вольт на вход USB. Причем схемы зарядки тут разные. Ну, то есть для USB здесь вот зарядка ATP 5000, а для солнечной панельки здесь вот специализированная микросхемка LTC3652. Тут даже можно задать номинальное напряжение на солнечной батарее, исходя из которого этот контроллер будет выбирать ток заряда. Также здесь есть кнопочка для сброса защиты литиевой банки и переключатель на выход 3, ну, либо 9, либо 12 вольт. Вот схема всего этого безобразия. Здесь мы видим две схемы зарядки, 3 DCAC преобразователя на каждое напряжение, схему защиты литиевой банки и коннекторы, те, которые находятся на самом модуле. Начнем, наверное, по порядку. Вот схема зарядки от солнечной панельки. Ну, из примечательного здесь есть по входу такая вот схема. Ну, и есть схема защиты от переполюсовки. Так вот, вот эта схема отключает солнечную панельку, если есть напряжение на USB. То есть приоритет заряда здесь отдан внешнему источнику. И если есть напряжение на входе вот этой зарядки, то вот эта вся схема отключается вот этим вот транзистором. Ну, еще здесь ток заряда выставлен на 2 А, что довольно много. То есть банку к этому модулю нужно подключать довольно большую, ну, либо несколько банок. То есть эти 2 А это довольно много для заряда. Ниже схема зарядки от USB, ну, стандартная схема зарядки TP5000. Опять же, здесь тоже выставлен ток заряда на 2 А, что довольно много. Еще ниже схема DCC-преобразователя на 5 Вольт, собрана на МТ3608. Классический DCC-преобразователь. Из примечательного здесь есть вот этот транзистор, который отключает массу. Ну, массу, которая идет на нагрузку. То есть отключение нагрузки происходит этим транзистором отключением массы. И еще, что примечательно, вот большой USB-разъем, который на плате, который также выход 5 Вольт на нагрузку. Здесь масса не отключается. Отключается только на колодке, на штырьках. Ну, это джампик, это перемычка отключения нагрузки. То есть вот напряжение питания, которое вот этот. И если оно подается на вход затвора вот этого транзистора, то отключается масса у нагрузки. Конечно, странное решение, но работать, конечно же, оно будет. Далее, DCC-преобразователь на 9 либо 12 Вольт. В принципе, та же самая схема, отличается только вот этим переключателем выбора напряжения. Также здесь нагрузка отключается вот этим MOSFET, который отключает массу от нагрузки. Ниже схема для 3,3 Вольт. Здесь уже одним DCC-преобразователем мы поднимаем напряжение, а потом линейным стабилизатором приводим его к 3,3 Вольтам. Опять же, странное немножко решение. Да, и обратите внимание, здесь нет транзистора, который отключает массу. Напряжение здесь выключается самим DCC-преобразователем. Почему здесь сделано не так? Не очень понятно. Не, ну здесь-то еще ладно, есть выход на вот этот разъем 5 Вольт. А почему не сделано здесь? А, здесь, да, подключен. То есть здесь мы выключаем DCC-преобразователь, еще вдобавок отключаем массу. Ну, непонятно зачем. Ну, ладно. Сделали так, им, наверное, было виднее. И осталась схема защиты литиевой банки. Ну, тут, наверное, даже и добавить нечего. Схема как схема. Есть только вот кнопочка, которая сбрасывает защиту. И по входу есть защита от переполюсовки. Подключил я к модулю аккумулятора, который сейчас заряжается от USB-шнурка. И на выходах здесь есть все напряжения. Ну, видно, там светодиоды горят. И даже если USB-отключить, оно там не пропадает. Можно это даже продемонстрировать. И можно даже дать какую-то минимальную нагрузку. То есть вот он светится. Включаем USB. Но это никак на работу не повлияло. Да, и после подключения батареи нужно надавить на вот эту кнопку. А что касаемо солнечных панелей. Ну, есть у меня вот такие вот панельки. Они вроде как на 5 вольт. Ну, я думаю, ничего не мешает их подключить последовательно. Единственное, что непонятно на какой они ток. И элементы здесь немножко отличаются. Здесь они чуть-чуть пошире. Опять же, думаю, это не особо принципиально. Есть еще вот такая вот панелька. Ну, у нее сразу же выход USB. Да, ее тоже можно подключить на этот вход. Но большого смысла я в этом не вижу. Да, и еще один небольшой тестик. Хочу попробовать дать 12 вольт на разъем для подключения солнечной панели. Через вот этот переходничок, который есть в комплекте. В комплекте еще есть радиатор, который по логике нужно клеить вот сюда. Если на вход подается большое напряжение и ток. Так, подключил сюда вот этот переходничок и дадим 12 вольт на вход. Загорелась зарядка. Ну, да, показывает, что он заряжается от солнца. Вроде как. Так, смотрим напряжение заряда. 4,1 вольт. Батарейка почти заряжена. И напряжение на входе 13 вольт. На выходе здесь 3,3 должно быть. Да, 3,3, а здесь 5. Даже ровно 5,0. Микросхемка, кстати, чуть-чуть тепленькая. Так что радиатор все-таки сюда нужно будет клеить. И небольшой тест с вот этими солнечными панельками. Эта сборка на солнце дает примерно 100 мА и 15-16 вольт. Ну, и подключена на соответствующий вход. Батарею сюда подключать не стал. Ну, чтобы было понятно, откуда идет напряжение на DCC преобразователь. И, как видно, этой панельки хватает, чтобы горел сейчас USB фонарик. А значит, и будет хватать мощности, чтобы питалась Ардуинка. Ну, я думаю, нет ни у кого сомнений, что это действительно солнечная панелька. Ну, и то, что пойдет зарядка на аккумулятор, я думаю, тоже ни у кого сомнений нет. Да, заряжаться будет, конечно, медленно, но, по крайней мере, будет. Теперь, что касаемо более реального использования. Ну, например, здесь есть выход на 12 вольт, к которому можно подключить кусочек стадиодной ленты. И есть линия на 5 вольт, от которой можно запитать датчик движения. Причем выход с датчика, выход управления с датчиком, можно подключить на вход включения линии на 12 вольт. И в итоге получаем некую автономную систему дежурного освещения. Ну, конечно, здесь выход на полампера, с ним сильно не разгуляешься. Но для каких-нибудь подвальных помещений или информационных табличек эта вещь может быть полезная. Опять же, нет тут жесткой привязки к солнечной панели. Батарею тут можно заряжать почти от любого источника. Выключим пока линию 12 вольт. Ну и самое примитивное, можно взять какую-нибудь ардуино совместимую плату, либо VEMOS, которой потребуется автономное беспребойное питание. И подключить просто USB шнурком вот этот разъем. А все заморочки с питанием и зарядкой возьмет на себе вот эта плата. Ну, также можно ногу VEMOS подключить на вход управления выходом. По аналогии с датчиком движения, если нужно будет какой-нибудь выход отключать, к которому, например, будут подключены какие-нибудь внешние датчики. На этом, наверное, все. Ссылочка на этот модуль в описании. Спасибо за внимание. Пока.